If we put intellect, if we put the wealth of Viveka in the intellect, we have to start the self-inquiry, inquiry into the real self. If we put all the wealth of Viveki into our intellect, then we need to start to ask ourselves, where the true I am. And Viveka means to separate what is real from the unreal. I want to know about Ukraine. I don't know anything. So you give me the knowledge. It is a simple inquiry. I don't have any confusion. If Guruji doesn't know anything about Ukraine, then he asks us to explain to us and we will tell him to be able to get rid of all the doubts, mistakes and lack of knowledge. Это простые вопросы, на которые можно дать простые ответы. Did you understand the simple inquiry? Oh, where is... Where is... You know, you simple inquiry where you don't have any confusion. Why? Because you do not know anything about that object. Мы говорим о простых вопросах, когда человек задаёт вопрос об объекте, который ему неизвестен. И тогда ответ на этот вопрос для него будет простым, потому что ранее у него не было никакого знания об этом объекте. But I have a lot of confusion about myself. I am wealthy, still I am suffering. I am poor, and still I am suffering. I am a husband or a wife, or I am the body and the mind. We have a lot of confusion about who we are. Но в отношении того, кем мы на самом деле являемся, у нас очень ум запутан. Нам сложно понять, кем мы на самом деле являемся, потому что у нас есть такое понимание, что я богат, я являюсь мужем или женой, я владею чем-то и так далее. И эти все вещи, которые я знаю о себе, они являются источником заблуждений. И эти заблуждения являются следствием того, что у нас намешано всего винегрет в голове из разных понятий. И нам необходимо отделить, грубо говоря, мухи отдельно, котлеты отдельно. И как раз ВИВЕКО именно этой задачей и служит. Did you understand this point? Всем понятно? So when you understand, then ask yourself, are you a human being? What a crazy question. Don't you see me? Don't I look like a human being? Кто-то скажет, что за безумный вопрос, разве вы не видите, что я человек? Now we are separating. What we are separating when I say animal mind does not commit any mistake. Теперь мы начинаем отделять. Что именно отделяем? Ну, допустим, город же делает такое утверждение, что ум животного никогда не совершает ошибок. Why? Почему? I should ask. We are a human being. We have an intellect. So the intellect must ask this question. Поскольку мы люди и обладаем интеллектом, то такое утверждение должно привести наш интеллект к вопросу «почему?» И нам следует его задать. Does your computer make any mistake? Наши компьютеры совершают ошибки? They are programmed. It may hang up. It may have a virus. But they do not know they are making any mistake. Am I clear? Поскольку компьютеры запрограммированы выполнять какую-то определенную последовательность, которая зашита в программе, то у них могут быть, конечно, зависания или сбои или вирусы, но они понятия не имеют о том, что они делают какие-то ошибки. Are you clear? Let us move to the next step. Animals do not make any mistake because they live with the low self-awareness. They do not have a capacity to evaluate and judge. Are you clear? Because once you understand today's lesson, you will definitely become a seeker, and the seeker always succeeds. Если мы хорошо поймем сегодняшнее занятие, то тогда мы однозначно станем искателем, а искатель всегда преуспевает. Поскольку я и Сергей всегда задают много вопросов, то Гураджи старается быть очень логичным и последовательным в ответах и в объяснениях. Ask the next question, how do you know that animals do not make any mistake? Нам следует задать следующий тогда логичный вопрос. Как вы знаете, что животные не ошибаются? Есть у кого-то вариант ответа? Они живут на низком уровне самоосознанности, и это можно увидеть на таком примере. Если мы собаку поднесем к зеркалу, то она начнет драться с той собакой, которая в зеркале. When the tiger is in front of a mirror, the tiger feels that there is another tiger I have to fight. Do you fight when you are in front of a mirror? Также, если тигра поставить рядом с зеркалом, то он испугается и примет решение, что нужно обороняться, сражаться. Но ведь если человека возле зеркала поставить, он ведь не будет видеть там другого человека и реагировать на него. У собак не бывает депрессии, потому что им не приходит в голову подумать, почему я не тигр, почему я собака. Это доказывает, что они живут на низком уровне самоосознанности. Они могут быть достаточно умны, но у них нет интеллекта, который может оценивать и судить. Did you understand? Всем понятно. If you understand, then you are a human being. Те, кто понял, может себя смело называть человеком. No bird is trying to swim like a fish. They don't have any worries. What they are, they are. They do not commit mistake. Ни одна птица не пытается плавать как рыба. У них нету этих переживаний, почему я не рыба. И в этом плане они не совершают ошибок. Did you understand? Всем понятно. Что с нами происходит, когда мы видим птицу, мы мечтаем, я хочу тоже так летать, как птица. Когда мы видим рыбу, мы мечтаем, я тоже хочу так плавать, как рыба. Когда парень видит красивого парня, то он хочет быть, как тот парень. Когда девушка видит красивую девушку, то она хочет быть похожа на нее. Why? He has a million, I want to be a millionaire. He is number one, I want to be number one. Why? Кто-то, у кого-то есть миллион, и я хочу. Кто-то занял первое место, и я хочу. Почему все это мы хотим? Почему? Почему? Потому что, через интеллект, я чувствую себя ограниченным, и я хочу получить свободу от этих ограничений. И когда мозг живет с этими ограничениями, то это вызывает боль в нашей жизни. Потому что мой интеллект ощущает, что я имею ограничения, что я чем-то ограничен. И интеллект хочет выйти за пределы этих ограничений. И когда мы живем в этих ограничениях, мы начинаем страдать. Животные живут с более низким уровнем уровня, и мы даем интеллект, чтобы сделать выбор. Животные живут с более низким уровнем самоосознанности, и они не делают никаких ошибок. У нас же уровень самоосознанности гораздо выше, нам дан интеллект, и нам дана способность делать выбор. Но какой же выбор мы делаем? Мы делаем выбор в пользу соревнований, страданий, в пользу злости, зависти, в пользу всего негативного, что есть в этом мире. Всем ли нам доступен интеллект? Могу ли я с помощью интеллекта сделать выбор в пользу мира, доброты, любви, спокойствия? Могу ли я с помощью интеллекта сделать выбор в пользу соревнований, и мы не можем сделать выбор в пользу соревнований, и мы не можем сделать выбор в пользу соревнований. Ответ – я живу с низким уровнем самоосознанности, подобным животному. Будда говорит, что правильное восприятие и правильное знание – это часть восьмеричного благородного пути. Когда мы, как люди, чувствуем свою ограниченность, то мы начинаем делать множество различных ошибок. Почему? Почему? Потому что мы находимся в смятении в отношении того, кто я. Я сужу, основываясь на своем видении окружающего мира. Я смотрю в зеркало и говорю, какой я умничка по сравнению с другими. И тогда я становлюсь телом. Но на самом деле я телом не являюсь, и это есть элемент смятения. Если мы являемся телом, мы с этим счастливы. Если мне кажется, что счастье находится в богатстве, то те люди, которые имеют богатство, разве они счастливы? Я очень умен, и если я так утверждаю, это будет означать, что я – это интеллект. Но являюсь ли я интеллектом? Все это означает, что я чувствую себя ограниченным, и я хочу избавиться от этой ограниченности. Я хочу приобрести больше свободы, но сделать это я хочу с помощью объектов окружающего мира, что невозможно. Чем больше и обширнее наше эго, тем больше наши ограничения. И чем больше наше эго, тем больше наши страдания – это то, о чем говорят наши учителя, что эго является причиной страданий. Понимаем ли мы, что эго рассоединяет нас с внешним миром? Мы начинаем жить, как бы, в иллюзии, в воображении. Чем больше у нас эго, тем больше мы отключаемся от внешнего мира, от людей, от отношений с ними. Все понимают. Все понимают. Все согласны с этим? Все согласны с этим. Все согласны с этим. Решение – это не сражаться с эго, но соединиться с миром и с людьми, с отношениями, быть постоянно соединенным с этим всем. В тот момент, когда мы соединимся с окружающим миром, благодать начнет на нас снисходить сверху. В 87-м году Гуру Джи пришел к своему учителю и сказал его, благословите меня. Учитель ответил, что благословение – оно не продается, его нужно заработать. Заработать означает, что я должен поменять свой уклад жизни. И тогда придет и благословение, и благодать. Нам следует задать себе вопрос, как много факторов в ответе за наше ежедневное благоденствие. Сейчас мы стараемся подключиться к внешнему миру, потому что мы переходим на более высокий уровень самоосознанности. Гуру Джи медленно движется, чтобы все поняли, все понимают. Сколько факторов отвечают за нашу повседневную жизнь? Пища, красивая одежда, дом, машина. Что мы забыли? Что мы забыли? Если не будет воздуха, которым мы дышим, то тогда, сколько бы у нас не было миллионов или денег или жен мужей, все это не важно. Did you understand that? Все поняли? Animals cannot become aware of the factors they are responsible for the daily living, but I can become aware, I can instantly connect myself to the air that I breathe, on the earth that I live, the water I take, the food that is also coming from outside and the space all around where I'm living. Животные не могут так рассуждать, они не могут выделить те факторы, которые в ответе за их жизнь, за их благоденствие и существование. А мы можем проанализировать и сказать, что такие вещи, как воздух, как вода, как земля, по которой мы ходим, это все те проявления внешнего мира, которым нам стоит присоединиться. Did you understand whether we are criminal or we are a monk? air, earth, water, food, everything is available to us, unconditionally? И неважно мы, кто я, монах или разбойник, такие ресурсы, как воздух, как вода, как земля, доступны всем и без условий. How do you understand? Все понимают. I have only to think in the mind. The moment I think in the mind, the way I'm connected to everything outside. First thing, it breaks the ego. Second thing, I'm connected to the universal force. Нам следует всего лишь задуматься над тем, как мы связаны со всем окружающим миром. И задумавшись, первое, мы разбиваем свое эго, а второе, мы сразу же подсоединяемся к этому пространству, которое все это нам обеспечивает. Are you understanding this blessing in the grace? Все поняли значение благословения и благодати, о котором говорит Гуру. That is the first grace and the blessing starts flowing into our life the moment we are connected. Благословение и благодать начинает прибывать в нашу жизнь именно в тот момент, когда мы соединяемся с окружающим миром. Если бы мы были рождены как растения, как тигр, как рыба, то могли бы мы иметь такой уровень самоосознанности, как сейчас мы имеем? Могли бы мы оценивать и судить? Do I celebrate being a human being every day, every moment? Second blessing. Но праздную ли я то, что мне дано человеческое рождение с этими способностями? Если да, то это следующее благословение, которое у меня есть. Are you understanding that? When I start thinking in this way, 90% of your stress and anxiety will drop completely. Only 10% is required to do the practice and reach to that by yourself. Now the master tells us, there is another grace. Учитель говорит, что существует еще один уровень благословения, это то, что я могу увидеть смятение в своем уме, увидеть это незнание, заблуждение, которое я могу устранить. Problems, anxiety, stress, no doubt, enters from the back door. But I can use my intellect as an opportunity to solve these problems. Все наши страхи, страдания, беспокойства, они входят к нам через заднюю дверь. В этом нет сомнений. Но я могу использовать свой интеллект для того, чтобы справиться со всеми ими. Мы живем на более высоком уровне самоосознанности и здесь есть еще одно благословение, которое нам дано. Мы можем отделить окружающий мир от себя. Once I'm able to separate in my mind the world outside and I see the problem, I can solve it easily. Как только я могу в своем уме отделить окружающий мир, то любую проблему, которую я увижу, я смогу легко решить. Why I cannot do it? I feel so much limited. I want a freedom. Why I feel limited? Because of ego. Но почему у нас с этим проблемы? Потому что мы чувствуем себя очень ограниченными. А почему мы чувствуем ограниченными? Потому что у нас большое эго. Are you getting it? This blessing and the grace are always available to all of us unconditionally. We mess up our life. These blessings, которые Городжи перечислил, они доступны всем нам в любой момент времени и без каких-то дополнительных условий. Но мы сами ограничиваем свой доступ к ним. И мы таким образом портим нашу жизнь. Благодаря нашему уровню самоосознанности мы можем устранить эти заблуждения, это смятение ума, и мы можем отыскать истинное я, которое полно мира, любви и счастья, будности. What is the problem? Whether you say it is ego, delusion, mind, maya, from Buddhism or pramad, same thing. Мы можем это называть различными терминами, заблуждения, смятения, maya, иллюзии. В буддизме есть термин апрамад, все это означает одно и то же. So, we have to justify that we live at a higher level of self-awareness as compared to animals, and we can find our true nature that is God gifted to all of us. Мы можем точно установить, определить, что у нас есть уровень самоосознанности, который дан нам Богом, который достаточно высок, чтобы отыскать истинное я. I think I just discussed last time. Do you love peace? Город же уже в прошлый раз нам задавал такой вопрос, любим ли мы мир? Peace is your nature. Do you love to survive? Мы его любим, поскольку мир – это наша истинная природа. Точно так же мы любим выживать, поскольку это наша истинная природа. Existence is your nature. Do you love happiness? Happiness is your nature. Do you agree with me? Even forty percent? Все согласны с Городжей, хотя бы на сорок процентов. Yes. 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 Only forty percent? Что, только на сорок? So sixty percent you love stress. Do you love stress? Значит, на шестьдесят процентов мы любим наш стресс. It's not my nature. What I love – it is my nature. Но стресс – это не наша природа, поэтому мы его и не любим. Можно с уверенностью сказать, что все то, что мы любим, является нашей истинной природой. Nature cannot change. И природа не может поменяться. Что же делать? What should I do then? Что же делать? Enter into the Eastern wisdom, seek blessings from the teacher, learn the art of self-discovering, to make your life successful. Нужно для себя открыть восточную мудрость, нужно искать благословение учителя, чтобы открыть для себя успешную жизнь, чтобы сделать свою жизнь успешной. Clear? Всем понятно? So, you are a seeker, so ask yourself, what is the subject matter of a seeker? Ну, допустим, мы являемся искателем. Тогда давайте зададим себе вопрос, а что же этот искатель ищет? Какого объекта его поисков? What is the subject? That I want to know my real self. I have a lot of confusion. I love peace. Peace is my nature, but I do not live in peace 24 by 7. Hence, the subject matter is to find the permanent peace that is my nature. Finish. Искатель знает, что он любит мир, любовь и счастье, но он не живет постоянно в мире любви и счастья. Поэтому его цель, его поисков – это отыскать постоянное мир, любовь и счастье. What is the next question? Am I qualified? Какой следующий вопрос, достаточно ли у меня квалификации для того, чтобы быть искателем? Associated with this, am I really interested in getting freedom? Do you think of it? Мы вообще об этом задумываемся? As a seeker, do you think that I want freedom from suffering, limitations, ego? Будучи искателем, мы задаем себе такой вопрос, что я хочу избавиться от всех ограничений, от эго, от страданий. First question, what is the subject matter, who am I, what is the world, what is this existence? So once I know, I will be able to live in freedom from suffering, and I will awaken to my essential nature of peace, happiness, love and wisdom. Как искатели, мы в первую очередь задаем вопрос, кто я, что есть этот мир, и когда мы это поймем, мы сможем избавиться от всех заблуждений и ограничений, и найти свою истинную природу, полную мира, любви и счастья. Are you clear about the subject matter? Всем ясно объект поиска искателя и его цель. Then ask yourself, am I interested? If I'm not interested, then forget about it. Да, мы себе должны следующий вопрос задать, мне это вообще интересно? Если мне это не шибко интересно, то тогда нужно закрыть эту книгу и забыть о ней. И если мне это интересно, то следующий вопрос, который я должен задать, а достаточно ли у меня квалификации? Тут город же очень логичен и последователен в своих наставлениях. And also Svetlana, ask many questions. Am I interested? Я, Сергей и Светлана всегда задают много вопросов, поэтому город же очень последователен в своих объяснениях и очень логичен. Итак, нам нужно задать этот важный вопрос, интересно ли это нам все? Сергей, do you produce satellite in your company? Производит ли Сергей спутники в своей компании? So, second question comes that I am interested in knowing my real self. Am I qualified? Второй вопрос, который нужно задать себе после того, как ответ на то, интересно ли мне это все утвердителем, это являюсь ли я достаточно квалифицированным? Ask the third question, what I will get? И можно еще и третий вопрос задать, а что мне с этого будет всего? Freedom from suffering. Ответ это освобождение от страданий. Освобождение от страданий, депрессий, конфликтов, чувства небезопасности и т.д. и т.п. You got it? All the three questions? Все поняли эти три вопроса? If you do not think in your intellect like this, nothing will happen. Если мы в своем интеллекте не будем так рассуждать, то ничего не произойдет. The intellect is always available to think that is another blessing and the grace for us. Наш интеллект нам всегда доступен для того, чтобы им думать. Это еще одно благословение, которое у нас есть. Then comes another blessing is the sattvic attitude of the mind and the intellect. Another blessing. Затем есть еще одно благословение, это сатвическое отношение ума и интеллекта. I don't want to fight with you, but sattvic attitude means that I want to know should I fight or not. In the moment you know in your intellect you will draw fighting. Допустим, я не хочу ссориться с кем-то, но в тот момент, когда возникает такой позыв или посыл поссориться, то я в своем интеллекте хочу понять, стоит ли мне это делать или не стоит. И в тот момент, когда я об этом задумаюсь, то у меня исчезнет сама необходимость или этот позыв ссориться. Это то, о чем Будда говорил в восьмеричном благородном пути. Это правильные мысли, правильные речи, правильное действие, правильные усилия, правильный образ жизни. After having all these sattvic attitude, are you still interested? Если у нас уже есть это сатвическое отношение к жизни, то нам все еще интересно продолжать. That interest means commitment, sincerity, devotion to discover my real self. Этот интерес выражается как преданность, как преданность тому, что я должен идти по этому пути и искать. Это искренность в моих действиях на пути. You will say, I know everything, what you have just discussed. Question is, are you committed and sincere? Кто-то может сказать, да я все это знаю, что вы сейчас говорите, но вопрос в том, искренне ли мы и преданы ли мы этому пути. And when you are committed on the path, are you committed to do the practices, understanding yourself every day? Если мы действительно преданы и самоотвержены, то готовы ли мы выполнять практики ежедневно, а также самоотверженно для того, чтобы познать себя? Krishna says out of millions only one person is sincere and committed. Krishna говорит, что из миллионов только один процент людей искренне и самоотвержены. And out of one millions who are committed and sincere, only one continues the journey until awakening. Из этого одного процента тех, кто самоотверженен и искренен, только один процент продолжает идти по пути до момента полного проповедения. And those who are committed, they are seekers, and the seeker always succeeds. А те, кто самоотвержены, те являются искателями, а искатель всегда преуспевает. Anytime you have anxiety and the stress, invite your intellect, ask your intellect, is peace my nature? Yes. So first let me live in peace, and then I will solve the problem that caused the anxiety and the stress. Yes, you are a seeker. Yes, you are a seeker. So first let me live in peace, and then we can solve any problem, any problem that caused us. If we will do that, it means that we are a seeker. But comparison in the mind, if it leads to envy, jealousy, hatred, anguishness, recall your intellect, you have a wealth, separate it, and start the journey, then you are a seeker. Yes. 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 Если оно приводит к гневу, к зависти, к еще каким-то негативным эмоциям, то тогда нам снова следует пригласить свой интеллект, который отделит, который сможет и векой разделить. Если мы будем так делать, то мы являемся искателем. Фермер на своем поле нашел драгоценный камень. Он не знает цены этому камню. Он пошел к ювелиру, и ювелир сказал, я тебе за этот камень заплачу 100 тысяч долларов. Можем ли мы заметить, что у нас есть подобный драгоценный камень? Это наш интеллект, который может избавить нас от смятения и заблуждений и сделать нас искателями. Все понимают. Мне нужно заметить все эти благословения, всю ту благодать, которая на меня нисходит ежедневно и постоянно. Но я не замечаю этих драгоценных камней, которые мне доступны. В этом и заключается важность слушания учителя и обучения у учителя, и Гурджет этим занимался 26 лет своей жизни. Если мы будем замечать эти благословения, эту благодать, 24 часа в сутки, от момента, когда мы пробуждаемся, и до момента, когда мы идем спать, то наша жизнь будет полна инновационности и креатива. Гурджет приводил такой пример, что нужно включить свет. Настолько простое утверждение. Но является ли сама лампа источником света? Да, она мне дает свет. Ну да, она светит, конечно. Но мы забываем, что там еще есть электрический ток, который присоединен к лампе, и именно он и является источником света. Может ли лампа нам давать свет, если там нету электричества? Мог бы я говорить, если бы у меня не было истинного Я? Мог бы я слышать, видеть, прикасаться к чему-то, если бы у меня не было истинного Я? Если мы утверждаем, что Я – это тело, то почему, когда кто-то умирает, то мы говорим, он покинул это тело. Так кто же покинул это тело? Именно тот, кто покинул тело, и есть истинное Я. Это и есть цель наших поисков. Это истинное Я. Нам нужно всегда себя оценивать, достаточно ли у меня квалификации, нам нужно всегда себе задавать вопросы, мне вообще интересно это все, достаточно ли я самоотверженен и искренен, делаю ли я практику, выполняю ли я домашнее задание перед тем, как прийти сюда на лекцию. Это все вопросы, которые нам скажут, являюсь ли я искателем. Учитель Гурджи любил говорить, вот сейчас я с тобой поговорил, а теперь ты должен начать думать так, как думаю я. Да, потому что все учителя учат одному и тому же. Почему он так говорит? Для того, чтобы поднять уровень самоосознанности ученика, чтобы он мог стать на путь и стать искателем. А если я не начну думать так, как думает учитель, то что случится? Я буду продолжать жить на уровне самоосознанности животного. А что случится, если я буду жить с самоосознанностью животного? Это драгоценный камень, интеллект, он-то все равно у меня есть. И он чувствует мои ограничения. И это чувствование, оно проявляется в том, что у меня возникают страхи, сомнения, чувство небезопасности, стрессы. И это все начинает вливаться в мою жизнь. Если у кого-то есть какие-то сомнения, то Гурджи просит о них сообщить. Что делать? Возвращение все благословения. Это означает, что я каждый день у меня влезу в ночью. Я улезу с сознанием, связанным с миром. Это дает мою эго в обратную сторону. Я говорю, что ты делаешь это mentally. Я не говорю, что делай ничего в сверху. Нам нужно постоянно помнить об этих благословениях, которые перечислил Гурджи для того, чтобы свое эго отстранять, его уводить на второй план. И Гурджи нас не просит никаких делать внешних действий для этого. Нам нужно это в своем уме замечать. Наша задача, наш путь заключается в том, чтобы стать искателем, и мы будем к этому идти еще несколько недель, а затем пойдем еще глубже. Можно вопрос? Вот если близкие, допустим, ну или родители говорят, что что-то я делаю неправильно, но они не знают полностью всю ситуацию, как я могу корректно себя вести или внутренне, получается, для того, чтобы сделать что-то не так, как они считают нужным, мне нужно обесценить их немнение. Могу ли я как-то более корректно в этой ситуации себя вести? Когда родители или родители, они не видят ситуацию в целом, они видят только частью, и они думают, что человек делает что-то неправильно. То есть, что человек делает что-то неправильно, что-то неправильно, что-то неправильно, что-то неправильно. Но они думают, что-то неправильно, что-то неправильно. Но это есть какая-то идея. urityная информация имеет см quelqu'un widespread с тем, чтобы свой собственный вопрос- our essential nature real nature do i want to find the real real nature of my parents did you get your solution my mind is still running after my mind is running after likes and dislikes i covered it in the very first uh in the beginning of a talk that when we look into the mirror we are separate from that image but animal's awareness looks into the image we are ready with an agreement and disagreement fighting loving making what kind of a life we are living did you understand i'm little tougher now this is the answer is that we don't want to find the true nature of our relatives our own we want to find the true nature of our own nature we want to find the true nature of our own nature this is the goal of the user and the government already in the first in the first statement on today's lecture explained that these animals when they look in the mirror so that it is happening the contrary and different animals and it begins to see there and we vamos to make one In the second statement when people hit a second to us, the right and 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 everything and everything comes in and also it can make sown with a betterต sauce but let us feel as if that is the key of the scenario and the right and the right and the right asegurid to train the JESCHOR BIAS with the higher self-awareness i Когда я живу на более высоком уровне самоосознанности, я могу свои заблуждения и свои смятения убрать из ума, но я не могу заблуждения от других людей и их смятения убрать. Если я больше ценю то, что я думаю и меньше ценю то, что думают мои родители, это значит, что у меня множество заблуждений и множество объектов, которые мне нравятся и не нравятся. Как убрать заблуждения и смятения? Нужно избавиться от того, что мне нравится и не нравится. Теперь как это сделать? Нужно послушать свой ум и убедиться, что он свободен от того, что нравится и не нравится. Потом послушать своих родителей, убедиться, что в уме нету того, что ему нравится или не нравится. И тогда придет решение и этому решению стоит его это решение реализовать. Если ты будешь больше оценить мнение своих родителей, то тогда обязательно возникнет конфликт. Мы больше ценим либо свои мысли, либо мысли родителей, способ мышления родителей. Если мы избавимся от того, что нам нравится или не нравится, если мы избавимся от того, что нам нравится или не нравится, то это решит проблему. Мне не стоит жить с уровнем самоосознанности животного. Это самое важное на пути искателя. В этом процессе наш интеллект... В этом процессе наш интеллект... подталкивает нас к тому, чтобы оставаться в мире и покое со своей истинной природой. И нам следует всегда задавать себе этот вопрос. «Люблю ли я мир и покой? Является ли это моей истинной природой?» И тогда мне следует увидеть свое мнение, мне следует увидеть их мнение, а затем мне следует подняться над тем и другим мнением и увидеть более широко это все. И задать себе вопрос «А что правильно?» И тогда решение придет. «Кто-то любит кофе, кто-то любит чай. Есть в этом какая-то проблема?» Да, проблема возникнет тогда, когда кто-то больше ценности увидит в кофе и меньше ценности в чай. А откуда появляется это больше ценности? Потому что у нас есть то, что нам нравится и не нравится. И когда у вас есть лайки и дислайки, там будет attachment и детальщик. И attachment и детальщик means I gave more value to an object or a person than it deserves. That is delusion. And the delusion will always cause conflict, problems, suffering. No way to bring an end to it. Когда у нас есть то, что нам нравится и то, что не нравится, то у нас обязательно появятся привязанности и неприязни. А если есть привязанности и неприязни, то мы обязательно будем переоценивать объекты внешнего мира. А это, в свою очередь, приведет нас к заблуждениям, которые, в свою очередь, приведут к страданиям, проблемам и т.д. Когда я был в Украине, я отказался что-то, которое вы предложили, которое другие мне предложили? Когда Городжи был в Украине, разве он отказывался есть что-то, что кто-то из нас ему предлагал? We have to awaken to intellect. Это пример того, как следует пробудиться к нашему интеллекту. Светлана теперь готова решить проблему с родителем. Теперь проблемы как таковой должно уже не существовать. За проблемой всегда находится эго, которое меня ограничило, которое сказало, я только это люблю, и я буду так делать, как я хочу. Замечаем ли мы эти движения эго? Это эго утверждает, что вы что, родители, думаете, что я глупая? Нет, я гораздо умнее, чем вы. Именно поэтому я пью кофе, а вы пьете чай. Вот так думает эго. Чувствуем ли мы покой, когда к нам приходит понимание этого? Когда уходит эго, то уходят мысли, приходит покой. Почему он приходит? Потому что покой это наша истинная природа. Мы забываем свою истинную природу. Почему? Потому что мы начинаем жить на более низком уровне самоосознанности, как животные. У кого есть возражения? Всем понятно. Где проблема? Гурджи всегда спокоен и тих со своей женой. Если она говорит, он остается все равно тихим и спокойным. Если мы сами будем делать так, как хорошо и правильно, а не то, что нам нравится. И если мы будем избавляться от того, что нам нравится и не нравится на своем пути, то тогда придет время и они поймут. Когда мы на пути искателя, то мы в своей жизни решаем все задачи. Все проблемы убирая неведение, убирая запутанность и смятение. Я буду закрывать и помню, и я буду помню, и я буду помню, и я буду помню, и я буду помню. Продолжение следует...